Сколько нетронутых человеком участков природы осталось на этой планете? Вопрос риторический, но очень актуальный. Необходимость сохранения природы на государственном уровне осознали по меркам истории недавно, 100 лет назад. Первый заповедник на территории России был создан на берегах Байкала 11 января 1917 года. Брагузинский заповедник должен был решить конкретную задачу – остановить истребление Соболя. Однако начинать историю заповедного дела стоит чуть раньше. Надо начинать первые заповедники с Докучаева, нашего знаменитого почвоведа, который создал первые заповедные участки в русской степи, в черноземных степях. Там были его стационары, на которых он изучал русский чернозем. Своё развитие заповедная система получила уже при советской власти. Бурный рост в 30-е годы, а в 50-х наступили тёмные времена. Нашлись деятели, которые убедили Сталина, что заповедники мешают хозяйству. Первый разгром заповедной системы Советского Союза пришёлся на 52-й год. Очень серьёзно. Тогда, по-моему, больше половины было закрыто. Часть была в территории сокращена. В том числе Дарвинский заповедник был уменьшен существенно. Были закрыты такие заповедники, как Лапланский, Алтайский. То есть вот это очень серьёзный был ущерб. Дарвинский заповедник создали в 1945 году для изучения влияния Рыбинского водохранилища на экосистему. Сегодня дарвинские учёные славятся своими исследованиями редких видов птиц – орланов и скоб. Их изучая с помощью кольцевания, метода GPS, GSM-телеметрии. Мы выяснили, где наши птицы зимуют. Если говорить о Скопе, то, конечно, это африканский континент. У нас были очень интересные возвраты. То есть птиц наших сфотографировали в ЮАР, Южной Африканской Республики, возле города Кейптаун. То есть если дистанционно выразить, то это 10,5 тысяч километров. Причём это молодая птица, которая родилась и в первую зимовку ушла на самый юг континента Африканского. Кроме того, мы выяснили, что наши птицы во время миграции облетают Средиземное море с востока. О жизни дарвинского заповедника мы рассказывали на протяжении прошлого года в программе «Заметки натуралиста». Все выпуски сейчас можно посмотреть на YouTube-канале Медиа-центра, а также сайте 35media.ru. Также следите за повторами в эфире канала 12. Буквально в конце 2017 года в заповедной семье случилось прибавление. Восстановлением правительства был создан новый государственный природный заповедник «Восток Финского залива». Проектное название «Ингерманланский». Также под Новый год в соседней республике Карелии был создан новый национальный парк «Ладожские шхеры». Заповедная система развивается. Без этого природе было бы очень трудно справиться с тем, что сделал с ней человек. Вера Кучеренко, Сергей Павлов. Новости. Новости.